Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 7 стих. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едино. В Библии практически все подвергается опровержению, но не в такой мере, как на этот стих. Еретики, чтобы отвергнуть учение о Троице, а православные защитить это, потратили 7 столетий, не 7 дней. Вселенские соборы только об этом и говорили. И вот есть место, еще раз прослушайте, это единственное место, которое ставит разрешение этого вопроса. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едино. Никак нельзя опровергнуть. И тогда что стали говорить? А этого в первых списках не было. Когда переводили, не было. Сделали исследование. Оказалось, святые отцы первых веков ссылаются на этот стих и растолковывают его. Три свидетельствуют на небе. Если кто не считал и не знает полностью содержание, я назначу с этой 12 томов, то напоминаю. В среднем его, я так посмотрел, как греческий язык, у него уходило 35 минут на проповедь. В храме которую. У нас еще считает она так. 5 минут и считает достаточно. В среднем он ссылался на Библию не менее 50 раз в одной проповеди. Я их вычитывал все 12 томов, исследовал, смотрел. Значит, Писание нужно знать. И он говорит, не пропускай единой буквы, единого слова. Ибо сокрыта здесь божественная мудрость. Согласно Слову Божию мы видим, Пасха, в честь чего, еврейский народ вышел из плена египетского. И отмечают они его 7 дней. А далее говорит, отсчитай 7 седмиц, 7 и 7, 49, 50, это день Пятидесятницы. Самый строгий в году день, прямо в Писании говорит, и ничего не делайте в этот день. Даже про Пасху так не сказано. А ты когда начинаешь смотреть, ты понимаешь, что предупреждение это очень грозное. А почему? Если скажут слово на Сына Человеческое, проститься. Кто скажет на Духа Святого, не проститься, не все веки, не в будущем. Есть молитва Отцу Небесному, Отче наш, Туще на небесах. Есть молитва к Иисусу Христу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И молитва Духу Святому, Царю Небесный, Утешителю, параклетка у них по-грешески. Царю Небесный, Отче наш, Туще на небесах, и здесь говорится. У русских допущена была громаднейшая ошибка. Во время реформы Никона, 1656 год, из символов выбросили слово Духа Святого, Господа Истинного. Впереди считается веру Бога истина, Бога истина, а дальше и Духа Святого, Господа Истинного. Слово истинного выбросили. Когда мы здесь сначала потеряли к Красновой, мы знали, что старые книги, новые, уже принятые решения, равноспасительные. Тогда был епископ Вениамин Черноморский. Мы все-таки сделали запрос. Мы вставляем, как это и было, от князя Владимира, как приняли до Никона. И у нас считается так. И когда бывает у нас здесь митрополит Сергий приезжает, паства, они даже, он начинает дирижировать, а этого слова нет, и видно, что он... Но его предупреждает батюшка. Запомните, убирать нельзя. Разве это не истина? Да как в другой молитве. Прямо его, Союз Небесный, утечительный, Души истинный, Дух истинный. И же везде сын, всюду, и вся наполняет. Он сокровище благих дел и жизнеподателю. Приди и вселись в нас. И очисти нас от всякой скверны. И спаси благое души наши. С предлогами. Это едва набирается 30 слов. Мне пришлось внести занятия в Барнауле только в пяти институтах университета. И вот в одном, в самом большом, я вел занятие 18 лет. Вступление всегда делаем в молитве Союз Небесный. Когда посмотрели, я объяснял эту молитву Союз Небесный ровно 60 раз. Примерно по 20 минут. Откуда это брало? Все спрашивают, дайте это, где-то там записано. Это Дух Святой делает так. Не два, не три, а 60 проповедей на одну молитву. Как она глубоко проникает тогда. Союз Небесный. И когда мы начинаем читать дома, напрягите память. Отойдите от всего. Очисти от всякой скверны. И спаси благое души наши. Приведу всего лишь из четырех книг сегодня. Места Писания, которые разъяснят, что означает отойдение. Потому что к нему относятся абсолютно неправильно. Никак. Ну вот, хорошо. Листья написано, широко листья. У нас есть широко листья. Хотя бы такое. Трава. Другое нет. Красиво. Прекрасно. Вчера мы читали об этом. И трава увядает, а Слово Божие вечное. И это вечное Слово нам говорит так. 1 Коринфян 16 глава 8-9 стихи. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы. Ибо для меня отверстие великое и широкая дверь. И противников много. Это пишет апостол Павел. День Пятидесятницы. Это был большой-большой праздник. И что оно означало? Мы время потратим немножко, но прочитаем единожды хотя бы. Книга Левит. 23 глава. С 10 стиха. Послушайте, что он означало? Как мы должны оттуда взять в духовном плане для себя это все? Объявися нам, Израилевым, и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жить на ней, будете сжать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу, агнца, однолетнего, беспорока. И с ним хлебного приношения, две десятых части ефы, пшеничной муки, смешанной с ереем, жертву Господу, приятного глухания и возлияния к нему четверть гина вина. Никакого нового хлеба, не сушеных зерен, не зерен сыры, не ешьте до того дня, который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех живищах ваших. До 21 стиха. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите свои потрясания, 7 полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы, пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 равенцев беспородок, однолетних, и из крупного скота, одного тельца и двух овнов. Но будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву приятным благухами Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех, и двух однолетних агнцев в жертву мирного. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами. И это будет святынью Господу, священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Никакой работы не работайте. Я очень прошу обратить на эти слова внимание, потому что за этим стоит небо. И 25 глава Левит, 10-12 стих. Мы сейчас увидим, как златоусы расстолкованы эти слова. Что значит потрясание? Не просто принесли, положили. Священник брал и трес от оснопы, которые брали с разных концов поля. Грущу и жарят, с серпом. А что значит? Они шумят, златоусы шумят. Вот они зашумели в день Пятидесятницы со всех народов. Господь потряс. И мы прочитаем еще раз то, что считалось, глава сегодняшняя. Продолжим ее дальше. Левит, 25-10-11. И освятите Пятидесятый год. И объявите свободу на земле всем жителям ее. Добудет это у вас юбилей. И возвратитесь каждое владение свое. И каждый возвратите свое время. Пятидесятый год. Доходит у вас юбилей. Не сеете и не жмите. Что само вырастет на земле. И не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Полное доверие. Деяние 1.8. Вчера 6 стих еще раз почитаем. И тогда начнем. Деяние Апостола. Вторая глава. Деяние 1.8. Первая глава. 8 стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Посмотрите. Воображение. Это первое качество лидера. Надо воображать, о чем мы считаем. Ян-то Тауд говорит так. Авраам двинулся. Куда? Какие народы? Показывает нравы этих народов. Какая температура воздуха. Как обращались с пришельцами. Сколько опасностей было ему. Мы должны это все взять во внимание сегодня. Христос говорил неоднократно. Меня распнут и в третий день воскреснут. Ай говорит, и это они не могли вместить. И шли дорогой, когда рассуждали в Алмаусе. Вот вместе с тем, в третий день его нет. И когда он воскрес, и упрекал их за неверие. За неверие. И они с ним ходили. Сколько? Три года было. Дальше. Сорок дней он пребывает с ними. Но теперь мы, Господи, верим, что Ты воскрес. Это не все. Вот это начаток. То есть начаток то, что первое. Первое изъялись отворенное тело. А вторичное это душу, которую Бог вдунул в нее. Иисус через Деву Марию принял начаток тела наше. И когда в лепоту обречайся, слышим, это облегся он в человеческое тело. Красоты неописуемой. Где у нас органы чувств. Как мы себя ведем. Как помним. Как слова эти. Мы же не думаем, как язык повернуть. Он сам поворачивается, чтобы издать нужный звук. И это надо все помнить. Благодарящее Бога. И тогда понять, а что же за этим кроется. И вот мы считаем. Они сидят. Сказал, ждите. Да это хоть было, когда Христа распяли. Петр и Гарпидула, они про него. Прежде специальности, говорю, у нас ученики и я пойдут с тобой. И когда он встретил их, когда они в лодке были. И Петр, опаявшийся, видимо, не одетый был. Так было? Да так, все знают. Он их угостил. Какой рецепт пищи был? Сотовый мед, печеная рыба. Это все им запомнилось. А теперь, когда уходят, навсегда они видят его. Каким образом видели, таким же он придет на облаках. Много придет, лошадь свидетелей. Под именем моему никому не верьте. Ибо на небе явится знамение Сына Человеческого. Крест. Который затмит все планеты и Солнце. И вот здесь немного воображения. Чем занимались здесь идеи? Думаю, что спрашивали. Петр, может тебе что-то он сказал? И так вот. Но можно ли воображать? Можно. И Анна Таус говорит. Христос сказал, ныне же будешь со мной в раю. Кому сказал? Разбойнику. Ну и что? А потом-то многие воскресли. Души-то вошли туда. И первым видят разбойника. И как бы он говорит, а ты что здесь делаешь? Воровать пришел, пока никого нет. Это рассуждение даже и нам показать. Что там было? Вот эти 10 дней томительного ожидания. Срок не назначенный. 9-й, 10-й. Так же пили, ели. Домой, может, приходили опять собирались. Тебе не было видения? Отправления не было. Я мысленно представляю. И они-то собрались вместе. День 50. И люди с разных сторон. Говорят на разных языках. И вдруг в годнице 120 человек умещалось. Это довольно большая годница. Шум раздался. Вот этот шум колосил. И потрясает с ногом. И зашумело. Некоторые смеялись. Они выпили сладкого вина. Когда стало Духу Святому возможность достать нас здесь. Почему? Потому что Он явил наш начаток на небо. И Отцу Небесному показывает. Вот грехи мира. Все на мне были. Я сказал, Отче, за чего ты оставил меня? И теперь мы, как помилованные Богом, ради жертвы Христа, получаем великий дар. Они, конечно, ученики, томились. Он уходит. Как? Он говорит, для вас высшее, если я уйду. С вами я в одном месте. Одно Святой будет охватывать всю Вселенную. И вот в данный-то момент они еще не знали, чем это кончится. Этот праздник, по-моему, в рассуждении, должен был, как-то сказать, и время начала всемирной проповеди. А здесь церковь начала рождаться. Рождение церкви в этот день. Я стал дальше смотреть. И людей, когда обращаются к Богу, говорят, какой стих на тебя больше всего подействовал? Ну, сказано было, люби ближнего там. Вот на Антония подействовало то, что он увидел, как заботятся христиане о призывниках идут, о Макаре также. Меня на другом Господь поймал. В это время я занимался языками. Минимум на пяти языках занимался считать. И мне, где я был, те люди, они из пятидесятников соединены с баптистами. Они мне это открыли, дали Евангелие. Я считаю, все божественное. Они сразу на эту голову показали. Вы верите? Как? Сразу? Ни дня не учились? Этого не может быть. Я вот приехал в Латвию. Незнакомый язык. Так я следил от Иши, общежитие пошел такое, чтобы быстрее научиться. Три с половиной месяца мне надо. А тут ни одной минуты не надо. Я не верю. Вот на этом я Господь и поймал. А хозяин говорит, ты не веришь? Говорю, ой. Другой-другой не верит. Одни корочки останутся. Я понял. Они говорят, молись своими словами. Я помолился. Чего надо? Просим Бога. А как? Чего надо? Мне не надо ничего. У меня все есть. Я работаю во плоти. Здоровые. Крепкие деньги. Я понял. Веры у меня нет. Почему я подробно говорю? Вы себе возьмите это. Апостол Павел неоднократно говорил, как он обратился к Богу. Как его нашел Господь. Как воссиял свет. Как он пал. Вот в это время я пал. Когда спрашивают, кем ты хотел маленьким быть? Я террористом. Никем не хотел больше быть. Отомстить коммунистам за то, что делается. Отец рассказывал. А я плакал сзади сидел. И думаю, вырасту. Я им покажу. А Господь сказал, ты будешь страдать. Тебя будут знать. Тебя будут сажать. Тебя будут выкручивать. Это Господь сделал так. Я сказал, Господи, веры у меня нет в эту книгу. И как сейчас помню. Я делюсь опытом просто. Как будто вот когда в горах идешь, и большой груст у тебя. А потом снимаешь его, и еще тебя качнет вперед. Вот такое у меня было. Как будто с меня кто-то что-то срезал. Я даже качнулся, и как бы не слышал. Везде по углам пошло. Верю, верю, верю. Вот так вот. И по сегодняшний день. Это 58 лет назад было. Это тоже не случайно. Потому что в лагере мы возбегали крест. Называлось Крестовозвиженское. И оказалось, я обратился 27 сентября. Крестовозвижение 27. Теперь я вижу, Господь все сочленил. Ну сколько у нас Игорев? Четыре Игоря. И все ссырку положены. Сколько Владимира? Да сейчас только трое. А вот я гляжу, некоторые называют имена по графику. Как красота, как музыка какая звучит. Мы долго бились в Барнауле, где церковь открыть. И есть там планетарий. Мы долго ходили. Узывали, никто не знал, кому он принадлежал. Церковь уже явно была. Теперь нашли. Оказывается, была там Крестовозвиженская церковь. И священник был Игнатий Тихонович. Просто сказать, Игнатий, я в интернете ни с кем еще никого не называл. А еще и Тихонович, это невозможно. Но на месте интернет, моя фамилия, имя один. А здесь священник Игнатий Тихонович был. И мы били за этот планетарий, чтобы на небо смотреть. Я делюсь опытом, от нас это не зависело. Вот что ты любишь, на этом тебя Господь будет все время ловить. А ты развивай в себе этот талант. Ты болеешь, ты благодаришь Бога. Другие учатись болеть. Есть такие люди, которые ничего не делали. Пимен много страдает. Он просто лежал и болел. А рядом другой говорит, давно лежишь, до 17 лет. И что? Да вон монахи там делают, опять забыли убрать тут. Эх, дал бы мне Бог здоровья, тогда я бы за тобой-то так ухаживал. Завтра встал и давай ухаживать. Неделя не прошла, стал как другие монахи. Зашел к нему, а тот лежит и не убрана за ним. И сразу заболел и лег, рядом теперь бежит. Вот в нашей жизни часто бывает так. Первоначальный опыт подвигает к высшему. И вдруг Бог дает это. Перед отецом, последний день батюшке говорит, годы какие, 91-й сейчас потерять. Да не в жизнь бы нам не образовать ее. Это невозможно. И дальше начинает перечислять, как все получилось, с электричеством и прочим. Не было в этом ничего. Именно в нужное время и нужные люди были, и помогали. Он всех их перечисляет в деле. И мы сюда сегодня пришли не случайно. Дух Святой побудил нас, чтобы очистить и в чистоте сердца, чтобы раздался гимн любви за начало проповеди. Итак, Деяние апостолов. Вторая глава. До какого стиха дочитали? 17-й, наверное. Дальше прослушаем. Что дальше было? Но это и есть предреченное пророком Иоирием. И будет в последние дни, говорит Бог, излиет Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями разжимляемы будут. И на рабов Моих, и на рабы Моих в те дни излиет Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе и вверху, и знамения на земле и внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И далее. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного нам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас. Как и сами знаете, сего по определенному совету и предвидению Божию, преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем. Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одеснул меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в упование. Ибо ты не оставишь души моей ваги, не дашь святому твоему уведетление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнил меня радостью пред лицам твоим. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновидем сказать вам о правце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будете же пророком, и зная, что Бог склят и обещал ему от плана чрезвычайного во зрение Христа во плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоти его не видел от плана. Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, он был вознесен в десницу Божию, и приняв от Отца обетование Святого Духа, и излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сидей, деснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих. Итак, твердо зная, весь дом Израилев, что Бог садил Господа над Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умирились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петр же сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо нам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего разращенного. Итак, охотно принявшие Слово его крестились, и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов и в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемый сердце. Первая проповедь. Три тысячи. Сегодня во всем мире проповедуют люди. Там один другой набирается, может быть, и больше трех тысяч. Но тогда одновременно, в Иерусалиме, с разных сторон, и это все пошло по всем странам, они понесли. Дух Святой открыл. Это начало вселенской проповеди. И как говорил он, авторитет большой такой, как у русских Сарапим. А ты должен показать, что по слову Божьему, что нет. Сарапим Сарапимский говорил, иногда Бог меня оставлял, и я говорил не по Писанию. Он видел это. И здесь берет самая авторитетная личность Давида, и он дважды повторяет, он сотлел. Там мощи не тленные его. Второй раз опять, о чем он говорил, и показывает. Это все говорено было не о Давиде, когда он говорит как бы о себе, а о Христе. И вот когда вы будете свидетельствовать, начинайте с этой главы второй, и тридцать восьмой главой можете уже заканчивать. Что нам делать, мужи и братья? Это человек когда слышит. Что делать? Покаяться. Покаяться это значит повернуть, может быть, в другом направлении идти. Расскаяться, что было, что не угодно во свете Библии. И принять крещение от священника, троекратное полное погружение. И сегодня найти погружение, это просто вопрос из вопросов. Как постепенно все исказилось и извратилось. Вот такой сейчас канонизированный лукавой на СМС, это он это крещение вообще не признавал. На входе вообще никак мочение. Должно быть полное погружение, и третье условие бесплатное. Иначе это будет симония. Ну там понятно, что они продавали, а не брали с кого-то. Какие вопросы ставит перед нами эта вторая глава? День, начало создания Церкви Христовой. Мы должны сегодня отметить это. Мне за ночь накидали проповедей столько, моих же, из-за грозных книг, в этом дне. А троица я решил даже не считать. Потому что когда считаешь, как раз строится в памяти, повтор будет. Но и мысль заостряет только на одном. И все свидетельствовали, Господь ежедневно прилагал спасаемых в Церкви. Да будет имя Господне прославлено в нас, в Духе Святого. Аминь. Боже мой, милый.